Анюков, Широков в касание, но не туда. Белелединов. Очень важно в этой ситуации, чтобы у Спартаков нашелся бы футболиста или футболиста. Вот, на ровном же месте ошибка абсолютно. Да, причем даже не придерешься газон в этой ситуации. Канунников продавить-то он может. И удар у него хороший. И Зенит открывает счет. Канунников. 1-0. 15-я минута матча. И радость, радость скамейки Зенита. Вы бы видели, Юра. Я думаю, что вы видите, как ликует Лучану с Полеттией. Я буду сейчас ждать все равно объятий футболистов. Они поздравляют его. Ведь много говорило. Замена ли это Киржаку? Вот говорил я. Не буду я торопиться. На фланге, не на фланге. Он очень здорово ищет свою позицию. Он очень смело бьет поворотом. И он умеет это делать. И гол пока что логичный. Во-первых, потому что Зенит был лучше. И во-вторых, потому что гол-то пришел. Вся атака. С потери Белелединова. Понимаешь? Да, в центре поля. То есть со своей. С того, что в футболе называется обрезом. Да, Деньяр обрезал в центре поля. Можно 10 раз быть болельщиком Спартака или 10 раз быть болельщиком Зенита. Этого отрицать невозможно. А дальше продавил он по реху. Продавить он умеет. И Зенит открывает счет 1-0. Ну и два слова о радости. Лучану Спаретик, конечно, кажется вдвойне рад, Юр, что его на Канунников забил. Именно Канунников, потому что он в него верил. И, соответственно, поставил состав. Ну и Канунников, конечно, большой молодец в этой атаке.